Здравствуйте! Я хочу отдельной записью прочитать комментарий к статье Сергея Лебедева «Конец эпохи бедности. Начало эпохи нищеты». Я никогда этого не делаю, но этот комментарий мне показался интересным. Комментарий оставлен 27 ноября 2019 года Александром Корасташем. Существует ли реальный способ повысить благосостояние нашего народа в обозримом будущем? Конечно. Интересно, что рецепт этого способа изобретать не надо. Он уже записан. И не где-нибудь, а на страницах Конституции Украины. В 13-й статье нашего основного закона сказано ясно и однозначно. Земля, ее надра, атмосферное повитрие, водни та инши природни ресурсы, які знаходяться в межах территории Украины, є объектами права власности украинського народу. Главная мысль приведенной статьи заключается в том, что собственником нашей земли и наших ресурсов является не государство с его министерствами и ведомствами, не отдельная часть народа, не какие-то его представители, а весь украинский народ. Отсюда следует, что каждый гражданин Украины, независимо от имущественного статуса и места прописки регистрации, имеет право как на собственный земельный пай, так и на личную природную ренту, что принесет народу реальное исполнение основного закона Украины. Любой из нас, получив положенный по Конституции земельный пай, сможет сам решать, что с ним делать. То ли обрабатывать самостоятельно, не нанося при этом вреда экологии, то ли сдавать в аренду, то ли заложить в банк, то ли продать и забыть. Сдавать, продавать и закладывать мы должны, ориентируясь, что естественно, на цены европейского рынка, ведь при слиянии рынков их внутренние цены усредняются на манер жидкости в сообщающихся сосудах. Понятно, что доходы собственной земли не только не дадут нам умереть от голода, но и обеспечат изрядную прибавку к нашему бюджету. Чтобы реализовать эту неожиданную для многих идею, необходимо обязательная расчистка рыночного пространства, то есть отмена результатов неконституционного распределения земли, в том числе прихватизации, аренды с выкупом и так далее. Новая распаевка и юридическое закрепление паев за новыми собственниками, включая городских жителей, дело, конечно, сложное и для властей неприятное, а с другой стороны, кто, как не власть, будет исправлять ошибки своих предшественников. Еще большую прибавку нам принесет гарантированная конституция и природная рента, то есть разница между выручкой от реализации наших ресурсов по ныне действующим в Украине европейским ценам и фактическими затратами разрабатывающих и добывающих компаний. Чтобы было понятно, о каких суммах идет речь, скажу такое. В цивилизованных странах газодобывающие компании довольствуются 12% рентабельности. Каждый доллар издержек приносит по 12 центов прибыли, тогда как известная контора Окргазвыдобувания имеет аж 250%, который соответствует нашей кем-то присвоенной ренте 238%, 250 на 12. Замечу, что по всем остальным фирмам, предприятиям, компаниям, концернам и синдикатам, которые пилят, копают, выкачивают, добывают и крадут нашу с вами собственность, дела идут не хуже, а порой и лучше. Если представить, что каждый из нас будет иметь свою ренту с каждого кубометра нашего газа, нашего угля, наших руд, нашего янтаря и леса, да прибавить сюда доход с наших земельных паев, становится понятным, что никакие унизительные подачки и субсидии нам будут не нужны. Откровенно сказать, и государство в его нынешнем виде нам тоже будет без надобности. Что касается налогов, нашим громадам и видоизмененному государству, то платить их мы будем не хуже, чем это делают нынешние олигархи-монополисты. При этом мы, как люди экономически независимые и быстро умнеющие, сами будем определять целесообразность тех или иных налогов, жестко контролировать их распределение и целевое использование. Похоже, такая перспектива сильно пугает слуг народа. Именно поэтому команда Зе, не заглядывая в нашу конституцию, принялась разбавлять свое либертарианство социалистическими декларациями. После чего, взбодрившись этой дикой идеологической смесью, стала судорожно клепать дебильные указы, принимать идиотские законы и утверждать дурацкие бюджеты. Ну а их вождь, кроме как крепить и бормотать из Теслы, нечто невнятно, бессвязное, ничего не может. Не объяснить не может Горемыка, не хоть как-то оправдаться. Ужас! По скриптам. Интересно. Команда Зе, это профаны неучи с замашками клептоманов, марионетки наших олигархов или хитрые агенты вражеской державы? Вот такой комментарий под статьей. Ссылочку, я даже не знаю, как давать. Я, наверное, дам ссылочку на саму вот эту запись статьи, а комментарий вы найдете под видео. Вот такое мнение имеет место быть. Александр Коросташ Продолжение следует...